А вот это, собственно, сам канал. Канал Моррис. С трудом, конечно, угадывается, что это канал. Воды нет, все заросло. Но все-таки видно, что это такое углубление, как желобок в земле. Канал-то длинный, 192 километра. Он от границы в Пенсильвании доходят до реки Гудзон. Канал Моррис построили в конце XVIII века, по-моему. И предназначен он был для того, чтобы перевозить уголь, уголь подвозить к многочисленным плавильным печам в Ниджерси. В Ниджерси было очень много шахт, где добывалось железо. Железо добывалось. Вот этот канал для этого и использовался. Это я спустился на дно канала. Подумал, может быть, лучше будет видно, что я пью на канал. Ну, в принципе, просто жил он недолго. Несколько десятков лет. В Пенсильвании вдруг обнаружили уголь, антрацит. Много. Он стал дешевый и стало более выгодно возить железную руду в Пенсильванию, чем уголь сюда. Даже сохранилась какая-то отделка камнями. А вот очень интересное место. Вот это у канала Торец. Вот он здесь просто кончается и всё. Стена вертикальная. И дальше он не идёт. А что идёт дальше, называется Волок. Или всходня. Английский Inclined Lane. То есть такая наклонная горка вниз идёт сейчас она. По которой волокли лодки вверх и вниз, чтобы между уровнями канала обеспечить. Здесь перепад высоты 80 футов. И вот интересный такой артефакт. Это явно какая-то направляющая была. Вот она каменная. В общем, лодки тащили по рельсам. Используй гидравлическую энергию. Вот это уже почти что снизу. Вид. 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 и я иду вниз по всходнюю ну вот так она выглядит с самого низа вот они тащили лодочки наверх ну и вниз наверно тоже ну вот собственно так у другого берега водоема это видно что ничего не видно по этому мостику перебрался разрушенному а это собственно деревня Утерлова много всяких интересных штук кстати нарисованно как-то все выглядело и деревня оторвала и деревня оторвала это старая гостиница бывшая в домике справа не знаю что было это вот здесь такой интересный шлюз который использовался не для того чтобы поднимать водки вот это вот а он использовался для того чтобы не допустить перетекания воды из одного водоем в другой то есть я так думаю исходя из его английского названия гардлок вот по желобку вода течет да вот он как раз использовался чтобы баланс воды регулировать вот там вот в далеком там прудике и здесь ну вот перетекает водичка из одного прудика в другой и способствует этому процессу вот этот самый шлюз оторвала Это я специально для Сильвио, он интересуется колесами, такими мельничными жерналами. Я специально для него решил сфотографировать. Да, колесико развалилось уже изрядно. Она очень хорошая, старинная, 18 век, и Сильвио будет доволен. Какой-то известняк, что ли, с чиплой делают. И оно это, так, это деревяшечка ненастоящая. Уберем-ка мы его покуда.